всем привет с вами кекс и сегодня я вам расскажу об еще одном рецепте мастики это шоколадная мастика из нее я делала запчасти на вот такие тортики здесь это сова с вини пухом на предыдущем это был не с микки вот и здесь это повязочка и глаз у миньона это все из шоколадной мастики очень вкусно пахнет очень все классно а вот здесь это был мамонтенок такой очаровательный и тоже шоколадный для этого нам понадобится патока сахарная пудра немного шоколад и маршмеллоу к чему мы уже с вами привыкли вы у меня уже знаете как делать обычную маршмеловую мастику сегодня этот рецепт я решила отснять для того чтобы вы понимали что можно сделать какие-то очень темные допустим тортики и туда не нужно бухать кучу красителя этот рецепт очень хорош если вам допустим нужно сделать черный цвет то есть у вас уже получается темно-коричневый само собой и вы туда добавляете капельку красителя и вас уже получается черный и при этом шоколадный запах вкус очень вкусно получается и не надо туда ничего лишнего что нужно знать для того чтобы это все сделать в принципе вы пропорции варьируйте я отталкиваюсь от таких пропорций и я беру да все в равном количестве кроме патоки я да если беру 200 грамм шоколада 200 грамм маршмеллоу 200 грамм сахарной пудры и допустим там 50 грамм это патоки можно можно 30-50 грамм вот так вот то есть я уравновешиваю все компоненты между собой и мастика получается и вязкая в то же время и не застывает как шоколад как бы и в то же время насыщена шоколадного вкуса ну и у меня к сожалению весы кухонные немножко начали отходить не неправильно показывать вес поэтому сейчас у меня уже рука налаженная я так на глаз на ощупь уже чувствую сколько приблизительно по весу и сейчас растоплю свои шоколадные монетки это у меня черный шоколад можно использовать молочный белый вот я подтапливаю шоколад пока он там не до конца еще расходится топила я в микроволновке в начале поставила на 20 секунд а потом по 10 секунд периодически перемешивая чтобы хорошо разошелся и не перегрелся наш шоколад но я думаю об этом вам в десятый раз не нужно рассказывать вы у меня и так все это прекрасно понимаете и точно так же как всегда маршмеллоу спа такая мы точно разогрели и добавляем туда на шоколад некоторые шоколад отдельно не топят и добавляют туда монеты сразу потом еще раз подогревают эту мастейку точнее этот маршмеллоу и начинают мучиться долбаться но там не расходится маршмеллоу потом начинает если вам для обтяжки начинает трескаться если его очень сильно перегреть ну то есть это целая проблема проще уже реально растопить отдельно шоколад и отдельно маршмеллоу и тогда у вас точно все получится этой мастикой можно обтягивать можно из нее лепить фигурки я в этот раз лепила именно медведя для маши на тортик и это у меня были сова с вини пухом тоже на тортик это все было шоколадное поэтому я вешу так мало вот и ну вы видели у меня там на чуть-чуть буквально маршмеллоу то есть я не делала на целую пачку или на пол пачки вот для того чтобы лепить мастика должна немножко полежать и подостыть то бишь шоколад должен немножко схватиться как ну затвердеть что ли вот мастику лучше если вам именно для лепки раскатать ну ручками разровнять немного в пласт где-то сантиметра полтора-два так чтобы вам потом удобно было отщипывать кусок потому что если она затвердеет то очень сложно если это у вас будет брусок его размять вот а если это вы сделаете вот так вот плоско то вы отломали кусочек потихоньку разминаете и она становится опять очень пластичная именно для лепки плюс ее в том что она потом схватиться и не будет у вас такая вот текучая вязкая вниз падающая как если вы лепите из обычной мастики из маршмеллоу или сахарной мастики то есть если это вам нужны большие фигурки вы же не будете туда сахарный кирпич ставить из там мастики на желатине то есть это как минимум невкусно и целый кирпичок такой грязь не это а здесь она получается плотная но не твердая и при этом шоколадная то есть вообще класс если вам нужно использовать эту мастику для обтяжки пользоваться ей нужно довольно таки сразу потому что опять же повторюсь шоколад затвердеет и она у вас будет обтягивать торт со складками то есть что тоже нам обычно не нужно только если вам там не надо какие-то делать скалы там или моря или еще что-то в этом духе пока я вам все это рассказывала вы видели я уже частично вмешала сахарную пудру которая мне нужна сюда и когда это уже стало не очень удобно делать ложкой я перебазировалась на досточку и сюда высыпаю остатки своей сахарной пудры и вмешиваю мастика довольно горячая еще так как у нас все ингредиенты были там теплые практически маршмеллоу был очень горячий поэтому она сейчас еще очень горячая но не то чтобы прямо обжигала руки то есть довольно можно терпеть это все и потихонечку мы вмешиваем оставшуюся сахарную пудру желательно не сильно там прям долго это держать ее в руках потому что там все-таки куча какао масла получается у нас наши мастики и чтобы это не она не выделилась вот у меня ни разу при моем опыте не было такого чтобы у меня прям отделилась какао масло вот поэтому получается все обычно очень классно вы видите она довольно пластичная и еще за счет того что очень горячая очень тянущаяся то есть и я сейчас покажу как она тянется и потом наверное еще подмешаю сахарной пудрой потому что мне нужно чтобы она была более плотная но вы можете остановиться и на этом варианте и начать потихонечку уже раскатывать ее чтобы обтягивать допустим ваш тортик сейчас покажу как она у нас будет тянуться вот видите она такая прям вообще вообще-вообще пожалуйста делай со мной что хочешь хоть тебе квадратный торт хоть круглый делай все что хочешь и вы видите она блестящая так как отходит какао масло но там где вы будете раскатывать ее обязательно довольно обильно присыпайте сахарной пудрой или крахмалом кукурузным потому что маршмелло имеет свойство очень хорошо прилипать к столу и если вы потом повторно начнете раскатывать ее то она уже не будет такая пластичная как с первого раза то есть если вы присыпите вам лучше потом слегка влажной кистью пройтись сверху так как там шоколад и маршмеллоу оно не потечет это у вас не желатиновая мастика верхушку вы вытрите то есть что тоже очень 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 круто вот ну а я из своей мастики сделаю очаровательных зверюшек мамонтенка для любимой мамочки на тортик вот поэтому у меня получается чуть-чуть более плотная мастика вот вы видите она уже так у меня не провисает я туда добавила еще чуть сахарной пудры и полежит она у меня и буду все лепить буду очень рада если вам пригодится мое видео заходите на мой канал почаще скоро выложу именно шоколадную пасту из которой я леплю лица и довольно сложные фигурки так что ждите моих рецептов ждите моих вариантов работ очень рада буду если и у вас тоже самое все получится с вами был ваш кекс папа папа спасибо за просмотр Продолжение следует...